Приветствую вас, уважаемые телезрители! Перед началом передачи мне хотелось произнести для всех нас слова, которые звучат в Евангелии от Матфея в восьмой главе с 24 по 27 стихи. «И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он, Иисус, спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали, «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им, что вы так боязливы, маловерные. Потом, встав, запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили, «Кто это? Что и ветры, и море повинуются ему?» Сегодня и мы, проходя через испытания нынешнего времени, должны полностью доверять Христу и молиться. Молиться так, словно тонем, но иметь уверенность в спасении, словно Господь невозмутимо сидит на палубе нашего корабля судьбы. Многие христиане в эти дни усиленно молятся о нашем белорусском народе, о нашей Церкви, о единстве нашего народа и о Беларуси, думая о всех людях нашей страны, не требуя у Бога наказания виновных, но с любовью ко всем без исключения, иначе о каком единстве может идти речь? Люди просят заступничества у Богородицы, ведь Минск и вся страна под ее покровом. Она услышала, она помогла. Где-то очевидно, где-то невидимо, где-то сугубо лично. А в канун праздника Минской иконы Божией Матери был назначен патриаршем-экзархом всея Белоруссии епископ Марина Горский и Борисовский Вениамин. Он, как монах, многие годы воспитывался под благословением Жировической Богородицы в древнейшей обители земли Белорусской. Сейчас крайне важно окружить нового митрополита молитвенной поддержкой. Нам, православным, показать единство, скрепленное христианской любовью друг ко другу. Ведь Церковь Христова отличается от гражданского общества тем, что ее члены, несмотря на различия во взглядах единого Христе, доверяют Богу и священно началью им поставленному и не отказываются от презумпции невиновности, потому что верят в божественную сущность в человеке, даже тогда, когда она неочевидна. И становится немного страшновато, когда раздаются в первые же минуты, пусть и на частном уровне, сомнения в правильности назначения Священного Синода. Осуждение и рассуждение на тему, подходит или не подходит новый митрополит, новый экзарх, по-видимому, личным предпочтением этих так называемых церковных экспертов и их поклонникам. Но ведь если христиане повторят один к одному ошибки гражданского общества, приведшие к тому, что сейчас случилось, в частности, будут размашисто выражать недоверие еще до того, как будет, не дай Бог, то останется развести руками и пожать плечами от недоумения. Да не усугубим еще и церковным расколом и без того бедственное положение. Зачем тогда Богородица послала нам тихого молитвенника за землю белорусскую и за каждого из нас? Поможем ему своей молитвой, своим смирением перед волей Господа и послушанием священноначалью. Будем же христианами! Дефицит доверия привел к нынешним потрясениям. Доверие бывает только в чистом сердце, которое Бога видит, потому что тот, кто доверяет Богу, тот вверяет себя его промыслу, даже когда бушует море, заливая волнами корму и когда кажется, что корабль тонет. Как же сердце очистить, когда оно уже покрылось коростой греха от грязных эмоций, от навязанной грязи извне? Вот давайте послушаем отца Иоанна Кронштадтского. К очищению сердца направлены почти все таинства или вся благодать духа, присущая таинству. Крещение – это баня сердца или покибытия человека. Таинство миропомазания утверждает чистоту сердечную, дарованную благодатью Божией в крещении. Покаяние – вторая баня сердечная после крещения. Причащение соединяет христианина через очищенное сердце с причистым Христом. И далее святой советует «В молитве бей прямо в грешное сердце, в его особенные, вопиющие, надоедающие недостатки, выжимай их из него, не щади себя, пролей, об них слезы со слезами выйдут, а коль пощадишь сердце, не тронешь его, вся дрянь так и останется. И нет тебе пользы от молитвы. Когда начнем работу по очищению сердца, не забудем затворить мысленный шлагбаум. И таким образом последуем слову Феофана Затворника Вышинского. Иначе напрасно будет начатая работа. «Когда моешь пол, а по нему ходят все подряд, то грязь еще большая. Устрой у входа сердца шлагбаум и приставь к нему строгую стражу всякого подходящего, помысл, чувство, желание, спрашивай, свой или чужой. Чужих гони безжалостно и будь неумолим», говорит святитель Феофан. Думаю, что каждый понимает в данном контексте, что свой и чужой – это не разделение по политическим убеждениям, но свой – это мысль добрая, а чужой – мысль, распаляющая грех. Но совет Феофана Затворника можно применить и буквально. Поставь шлагбаум, выключи канал информации, который вещает лишь о злом, критикует и поливает грязью людей, обеляет черное и очерняет белое. Зачем пачкать себе душу? Сеять сливогу в сердце, думать о плохом? Дай время душе побыть в тишине, очиститься от грязи. Когда будет поставлена преграда, будет приобретен и духовный иммунитет, и освоится техника информационной безопасности. Христос говорил, «Если твой глаз смотрит на грех, вырви его, если рука тянется ко греху, отыми ее, потому что лучше войти в Царство Божие калекой телесным, нежели быть калекой духовным». По-другому никак. Если кого-то затянул интернет и новости, выключи. Они совращают душу и ум. Нельзя стать трезвым, употребляя спиртное по чуть-чуть. Невозможно оставаться девственным, блудя по чуть-чуть. Невозможно очистить сердце, окунаясь по чуть-чуть в информационную грязь. Не смотреть это и есть вырвать глаз. Я раньше думал, что виртуальная реальность – это нарисованный мир IT-технологиями. Но это не так. Это мир, который формируется в сознании через потоки информации. Он создает картинку, в которую человек начинает верить. И персонажи этого потока считает реальными. Тогда как реальных людей, которые рядом, которые работают на заводах, на земле, в сфере услуг, да даже своих родных уже незаметно, реальные люди перестают быть обществом для заложников создаваемого информационного мира. Вот почему кто-то, нехто даже не назвавшись, через телеграм-канал так успешно может водить тысячи людей по площадям. И его покорно слушает толпа, даже тогда, когда его призывы не подкреплены очевидной логикой, даже когда они противоречат закону, даже когда они лишены человечности. А ведь люди считают этого не назвавшегося человека реальным и созданы и мир реальным, однако, если вместо него когда-нибудь будет поставлен искусственный интеллект, люди этого не заметят и будут подчиняться уже не человеку. «Поэтому вырви свой виртуальный глаз, отключи гаджет от новостей и увидишь, какой мир вокруг прекрасный. В нем живут люди, они нуждаются в твоей любви и уважении, помощи и заботе, понимании и сочувствии. разные люди, не только свои. В реальном мире все просто, потому что нет завуалированной лжи, а если и есть обман, он очевиден. Соврать в лицо гораздо сложнее, чем спрятавшись за экран. И вот так постепенно, в тишине, очистится сердце, чтобы принять в себя Бога. А когда оно примет Бога, то никакое зло уже не проникнет в него, потому что ум будет приучен уже без шлагбаума оставлять нечистоты вне себя. Чтобы мы понимали, что это не голословная теория, расскажу нам с вами историю о старце Паисии. Как-то раз он ехал из монастыря на автобусе в Салонике. Водитель включил громкую музыку. Это была популярная эстрада о любви, явно неподходящая для ушей монаха. Но старец не обращал на музыку никакого внимания. Он спокойно сидел на своем месте, никого не осуждая и не возмущаясь. Наконец, один из пассажиров, заметив его, обратился к водителю. Послушайте, тут батюшка, эта музыка не годится, поставьте что-нибудь другое, включите иную передачу или мелодию. Но старец Паисий сказал, не волнуйтесь, пожалуйста, оставьте музыку. Ну, батюшка, разве вам она не мешает, спросили его. Нет, детки мои, потому что я знаю, чего Бог от меня хочет, а чего нет. Вот осуждение он точно не хочет. Старец Паисий, когда его спрашивали, что он чувствовал, тогда в автобусе отвечал. Я думал, если, например, мы сейчас врежемся в кого-нибудь или опрокинемся, например, разве лучше будет? Врачи, скорая, пожарные, слава Богу, едем спокойно, люди радуются, как умеют, им эта музыка нравится, ну и хорошо. Я творил про себя Иисусову молитву, и мне казалось, что музыка по радио вторит моим словам. то есть вот эти песни «люблю тебя», «любовь моя», «жить без тебя не могу» стандартный набор слов подобной музыки совершенно не возмущали его душу, потому что она была далеко от этого. И мы так можем жить в мире диалога с Богом. Но ни в коем случае не в виртуальном мире без Бога. Давайте, не откладывая, решительно займемся своей душой и своим сердцем и найдем потерянный покой. И позволим Богу царствовать как на небе, так и на земле. Ведь именно это мы утверждаем в самой простой и главной молитве Отче наш. Да будет воля твоя яко на небеси и на земли. И тогда мы станем свидетелями того, как Господь усмиряет шторм и повелевает бушующему морю успокоиться. и хорь и хорь и тихо Субтитры создавал DimaTorzok